За плечами Юлии Никольской победа на всероссийских и международных соревнованиях. Завершив спортивную карьеру, она работала тренером по художественной гимнастике Академии Ирины Виннер в Саранске. Но по семейным обстоятельствам переехала в наш город и теперь передает накопленный опыт юным саровчанкам. Я очень надеюсь, что со временем у меня получится все это передать деткам. Потому что я прошла этот путь спортсмена. Это было очень интересно, увлекательно. Юлия считает, что художественная гимнастика – самый красивый и женственный вид спорта. Но добиться успехов в нем можно только кропотливой работой по чутким и грамотным руководствам тренера. Свою линию педагогической работы Юлия уже выстроила. Тренер, конечно, в первую очередь для своих спортсменов должен быть авторитетом. А авторитет положительный, как правило, он всегда возникает с собственного примера. Уравновешенность и спокойствие – одни из важных качеств тренера, считает Юлия. Чтобы юные спортсмены смогли чему-то научиться, наставник должен уметь держать внимание детей и сохранять дисциплину. Юлия раздает четкие команды и указывает на недостатки. Вместе с воспитанницами она готовится к выездным соревнованиям. Пусть я не так много их знаю, но тем не менее, какой-то, я думаю, совет и наставление смогу им передать, чтобы им было легче выступать. С приездом нового педагога у девочек нашего города появилась дополнительная возможность записаться в секцию по художественной гимнастике и реализовать себя в этом виде спорта. Руководству спортивной школы осталось решить вопрос с отдельным залом для занятий юных гимнасток. Сейчас они вынуждены проводить совместные тренировки с легкатлетами или заниматься в бассейне «Дельфин». Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.